ПОЭЗИЮ НАШИХ КЛАСИКА Богдановича называли Максимом книжником, феноменом белорусской культуры, одиноким, острецим лебедем. Богданович был близкуче зналца с усветных мастанских традиций и шим патриотом нашей Пасхушины. Жедаю поспехов и читатской асалуды. Ох, читать, читать, читать. А у меня были совсем иншие планы, а я в сегодня вечером вовлю собиралась поездить на дискотеку. Филологи не идут на дискотеки, филологи идут в библиотеку. Если читать книги, когда весна, то есть такое множество сказочных сюжетов и незвычайных образов. Зразуметь это может только сопроводный мастак, вытанченный эстет, все рады каких думается, я первый. Ну, а вот один из моих опоршных шедеров – фантастичные кветки весны. Я не стивлены ваши реакции, бо эта модернистская творчая граца, арендована только на подрыхтованного глядача, які ведая, что минимализмом остаться – это модно. Ну, а что нам пропануе наша классичная поэзия? Проясняется погода, бо вернулася весна, все чекает, что природа стропянется ото сна. И под птуши крык и гоман, давши к валям больный ход, приподыме батька неман на хребте могутным ледом. Зазвенять жалобно крыги и бурливая вода, снег размоклый час от лиги, змы из луга без следа. Да кразлийся же раздольно, в чистым поле и гаю, и красой по водке вольной душу выбросной мою. Ну что ж, эта версия является добрым прикладом традиционного раскрытия пейзажных мотивов, а ли весна, эта шанс, калю весь свет наполняется дзевосными мелодиями. Под белым пухом вишня, Бытцем синий огонек, Едцем-едцем шпарки легкие, Синя-крылый мотылек, Синя-крылый мотылек. 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 Что лица прижать, звенять, что лица прижать, звенять. Песня греться и леется на раздольный, больный свет, А никто я не почует, может, только сам поэт, Может, только сам поэт. Или ецепа и песня, тихий ясный им рассвет, Тень и сердца на ляпайе, на ляпайе я помню. И ецепа и песня, тихий ясный им рассвет, Тень и сердца на ляпайе, на ляпайе я помню. Видать, да ведется менять свои творчие подыходы. Пойду, почитаю Багдановича. Ведать Багдановича — это модно. Ведать Багдановича — это значит быть у трэнде. Молодые годы, молодые жаданье, Учас молодости, жаданье и мары бесконцы, Але головные зеруды, мары обшасти и каханье. Молодые годы, молодые жаданье, Ни жуды, ни нуды, только шастье каханье. Помнишь, только красу, Милый тварь, где в очередь золотую косу, Синематая лоджи. Темный сад виноград, цвет беленький вишневый, И огнистый поглядь, и горавшие слова. Будь же век молоды, полный светлыми днями, Пролетайте годы золотыми огнями. Мары обшасти, вауси как нолькуе, А лилгожнера своя история каханье. А лилгожнера своя история каханье. Наша жуцё – гэта имненья и вечность, Могчэная короткая шастя, И без конца пошук яго. Гэта вечна шлях до своей зорки, До одинага каханне. Невападкова сирот вечных, В образу сусветнага мастацтва, Самая прыхожая и кранальны, Гэта в образы закаханных. Арфей и Урыдыка, Тристаны и Зольда, Ромео и Джульетта. Их шастя было им гненным, Али подшути вечными. И их приклады Дают маленькую надею на шастя, Да помогает зарабеть перший крок насустрыч. Глянь, як зорка у темни летсить, Усих чаручи светом своим, Быцем смезала тыси хотить, Истухая в небе глухим. Али вспомнить я шею зорку свет, Бо у сердца горыть ей след. Так свободно, так ярко прожить Лепши доли няма на земле, Все кругом на момент осветить И погаснуть у темной мгли, Все сникая, проходя як дым, Светой след буди вечно живым. Светой следует... У моей истории кахання, Як и у самим моим житти, Было шмат недаречностей и трагикомизму. Мой попередний опыт дозволял мне Легко перемогать в амурных справах, Правда, только до встречи с еею. После некольких неудалых спробов, Я хотел сдевить ее своей оригинальностью, Алия довелось издевиться мне. И она зернула на меня, И раптом с вуст я ее сорвался таки безвинны, Чистый смех, что на его злово ца хрэх. Смех гэтки маяць только деце, Да и люди с ясною душой, И он, як жавра нактой, звенел, И уже кахання сети нечутно нищу, Яку раз сорвался, дрогнул и погас. Накрыла ясный твардзя в очи, Задумы сонны и мгла, На плечи ручка мне легла, Спагатливо зернули в очи, И долетел к моим в ушам ласкавый шепт. О, больно вам, не, зорка, Мне было не больно, Бо бачила одно душа, Як ты свяжа и хороша, Як рада ты жить сюня вольно, Уся под срэбную росой, Састушкой скромной мишка сой. Имела дзевчы выгляд мати, Калі тады камне яна, Трэвожны ласкаю пауна, Схилилася, як да дзятя, Зияюча передо мной У новой пекності живой, У той, што с постатью дзявчыны Сливала матері чарты, О, як прыгожы дзивны ты, Двойной красы облик адзіны, А жил у ім твой вечны цель, Мадонн-тварыцель Рафаэль, И прад высокой красою, Увесь зачараванной ёй, Склонюся я душой маёй, Натхнённой, радостной такою, А ў серце хороше було, Там запалілося тёпло. Кольки себе пам'ятал, Я за всём дыль, Кнувся до ідеалу, До ідеалу во всім, У тембліку і в каханню, Кольки розумію паэту мастаков, Які емалявалі свій свій в образ каханый, Прогожі дамы, Мадонну, У пушках ёй нестрашно провісти ўсё своё шутё, Бо толькі яна, Толькі яна може п'яшлаць на крану струны твоєї души, Толькі присустрічі з ёй, Твоєм серце гучать шаровныя гуки шасть. Рояль гранула тонка века, Учась вечерні шіру рожевады, І на крылах тіші ветерка, Павітры мякім пекну популады, Усю життё тепер, Як лёгкая завея, Книгу розгорну, А не могу читать, Як сталося, Що покахаў тебе я, Хиба я знаю, Да і на што мне знать. Учора толькі счастья глянула не смело, Развелися хмар, Зброчені к дому, Серце чула і млела і болела, Радість душам не шаміла, Мобіцам са. Так, я закахаўся, Гято я почуць цё, Давно ўже мучала мяне, У думках прагаталі сотні, Тысячі прыгожых слова, Маїн кахані, А ле не водна я зіх, Я так не змог вымаміць. І вось, Калі мое серце було готово Разарвацца ад болю, У книзі я пшатав радкі, Небыто написані маёй ге душой, І у моїх марах кузніх Жадан В образ далёк кахані зорки Венера. Зорка Венера взошла над землёю, Светлі я сапки сабоў прайвала. Помниш, коли я споткався з тобою, Зорка Венера взошла, З гето і поры я фожа ўглядатца, Небо ночное і зорку шукать, Тихий, хакані, Тобе роззаврацца, З гето і поры я пшал. А ле расцца, Там час наступає, Пэлна жёлтая, Така я у нас, Моцна кахал я тебе, Дорогая, А ле расцца, Там час. Буду далёким, Краю я нудіцца, Сердце любовь, Затаивши свою, Кожою ножку мазок, Удивіцца, Буду далёким краю. Краю я нудіцца, Там час наступає, Я наступає, З гето і поры я пшалю. З гето і дзвіцца, З гето і згоджіцца, З гето і дзвіцца, І я сгоджа, З гето і поспала маці У вас крылья славяканье, Глянье червозное. Шутайте свое гаханье, Азмайшовши, живите так, Каб заховать его назовушки. Каханье, перетворяя Звычайных людей, дворцев, Але як така своя зусветная історія, Саправдным дворцам Недатіно було быть счастливыми. По особистым жаданні, Ці найчасті й вымушана, Іх душі імкнулися до інших вершин. Моя душа, як ястрав діки, Шторбецца ў неба на простор, В арту і вольных птушок крыки, Моя душа, як ястрав діки. Учі уші їх, Страх не лябіки свій сон, Шибне да вишай гор. Моя душа, як ястрав діки, Шторбецца ў неба на простор, Однак на гэтах горшынях Познання і мастацтва Творців чакали тільки Одзінота, Сум І неразуміння з участником. Суцешала тільки думка, Що такий горотний шлях Був їх одзіным лісом, Лісом маленькой зорки, Тим маленькой веселки, На небосхиле Великого жильця. Неразуміння зіхаті, Неразуміння зіхаті, Маленькая веселка, Прозрэта ти і да сподоба мені, Бо я одну з тобою долю маю, Сияць лець бачка Ще такий горшынях. Для того, Кам старші лавекам, Достаткова тільки Поверіцю левші. Холодной ночі Я в широкім темнім полі, Каля огні шалек, І стихнуву повснє. Огонь усе слабел, У рождецнік по волі, І ураз зробіла себе Зелані як мє. Хай шарий попіл, Ти агні шо все сабою, Недолгий час далел, Як грызаю покрыць. Я бедаю, Што там огонь рожыць под ёю, Я бедаю, Што там червоний жар гарыць. Хай шарада гадзів, Панурых, нудных шарых, Як попіл, На душу мне клалайся без час, Хаваючі сабой Огонь гарачий перы, Хай не відаць яго, А усе ж таки я не згас. Для того, Кап стат шеловеком, Прямо знайсі ў житі Істоя высокі ідеалі І светлое мары, А пастя постараць іх увасобіць. А знайсі для ці ідеалі Вельмі лёгка, До статкова поглядець, Найшароў на благітня бёсу. Падамил гару сваю вога, І ты будеш і знов, Як дітя, І отыйдуць, Отплынуць далёка, От души, Ксі трёвогі житя. Йе не трэба, Ні шастя, Ні ласки, Йе не ма, Ні нуды, Ні забот. Ты, царэвіш, Цудонная каски, Га тахмара, Тыван самолёт. Ведаць творы класікаў Вельмі важна. Бугатай творы пра чалавека, Кожнах аз нас, І нашая свабоднае, Щасливае житцё. Си таки ёде, Привіт тагое, ЖИТСЁ на волі, Над головой, ну, Бог повец, Виднеюсь небо, горы, коль, Прозлистья усесть, прозлистья усесть, Виднеюсь небо, горы и поле, Прозлистья усесть, прозлистья усесть. А кнут же свой ширмой веет, У небес солнца развернет, И разворушенный ветер Удаль по мгне, удаль по мгне, И разворушенный им ветер Удаль по мгне, удаль по мгне, Удаль по мгне. И ровно милый митропейсам Залеют яркий блеск и тень В той день, что в мае народится Изникший тень, изникший тень В той день, что в мае народится Изникший тень, изникший тень В том, что в мае народится Прочитайте верши, Максима Богдановича, читать верши. Я вовле читать не люблю. Ничего. Лег не почитать, выкладчик не дару я. Я не так завершу так бить нас, наводить. В початковой школе Леб шледует белорусскую мову и ценит белорусскую литературу. Входи и шоу с книгами до детей. Мне Глеб ждал какой-то почат. Постоянокруженный и интеллектуальный. Братцы. Хоть на несколько минут. Добрый день, уважанные студенты. Одежные студенты. Ой, дива да гдива. Идешь, мои студенты-то. Все. Треба заканчивалась компьютерными гульнями и книгами про аджеродейство и материю. Ну, чтож, уважанные хлопчики и девчинки. Коли вы уже тут звонили в школе, дозвольте запутаться. Те любите вы казки. Любим. А коли вы любите казки, дозвольте вас сегодня познайомиться одной казочной истории. Эта история написана нашим чудовным белорусским письменником Максимом Богдановичем. И у этой кассы все незвычайно. Незвычайные сами персонажи. Тут динчат. Несековый. И самый холодный Сергей. Камарик. И камарик незвычайный. Уявляйте, этот камарик закахался у мужа. И так закахался, что хотел, как и она стала его женкой. А там, где каханье, там водка. И веселье. Что ж там было дали, пастухайте? Прилетела мушка до хаты. А у яе камарик насаты. С ватовьё хрущи уссядаюсь. С батьком маткой чтось размовляюсь. Мы, стройцы, шуркаем пуницу. Не пуницу, а ледярицу. Гаманили боли и годины. Да, говориц так, для девчины. Те да смаку гость наш богаты. Папытайте у маму и у даты. Тут за столе мы сё смацавали. А пасля и за ручин дождали. У неделю будет веселье. Заходил камар, як с похмелля. Загудела, расшумелась эту крова. Об веселье у дуброви. Пойшло слово. Як гляну к наму пу сватики надели. Сыновокам аж вот шы проглядели. А як сыпнули, урезали музыки. Да кузнём всё разом гоман там велики. Шмель пузатый нам посоле руч на крае. А на эскрипции ёбка-пчёлка подсякая. И знайшёлся мушанёнок некий малый. Што звонил так и не кепского цымбалы. Гэтак скажут, кто по трёху, кто и по многу. Некий коник оттоптавш мялися ногу. Гости спорно пьёть, ядуть, ты размавляють. А музыки играють, такту подпауляють. Появляйте, дети, какое весёлое там было святое. А какие там были, да? Звучит музыка. Сколько звонил, как у гостей, унился так жалко. Бьёшь гармонику, бьёшь, чем не распаданка. И от ветра вся ней больки дали в духу. Мы застать им ябраней больки в простудку. Бойка, бойка, простудка. Не чужая наша я. Нам же муха-поскатуха. Бережа ленья наша страна. Глядя, бештаны, малыя. И спотница узкая. Болька, болька и Россия. Болька белорусская. И в пикольке Украина. Болька белорусская. Там, где сосны, там и лесы, где порох Афгана. Где Олеся, там Олеси, где Васи, там Анна. И не треба послушить, обувать у лапки. Бить и муха-поскатуха. Болька, бойка, простудка. Болька, бойка, простудка. Не чужая наша я. Ах, где муха-поскатуха. Бережа ленья наша я. Глядя, бештаны, малыя. И спотница узкая. Болишь больше не Россия. Только белорусская. Вместе с двойкой Украиной. Только белорусская. Не выкидывали рекорды. Не забыли Бога. На шапках опять закон. В столе и подлога. В столе пела и пела. А подлога слуха. И от петь до стола. Болька, бойка, простудка. Болька, бойка, простудка. Не чужая наша я. Ах, где муха-поскатуха. Глядя, бештаны, малыя. И спотница узкая. Болька, бойка, и Россия. Болька, белорусская. Вместе с двойкой Украиной. Болька, белорусская. Болька, белорусская. красочная история. И написать я ему только человек, как и верьми любил життё, верьми любил Беларусь, верьми любил человека. А вы любите життё? Любим! Вы любите Беларусь? Любим! Вы любите твор Максима Вардановича? Любим! Ой, Боже, ухта! Проснится ж гадкая. Всё, треба кидать гадые компьютерные гульни книги про чародействие и магию. Так, где ж моя настольная книга? Творы классика допомагают нам стать ленш, допомагают заразуметь самих себе. А наибольшь объективно и полно заразуметь классика думается, может только инший выдатный творца, инший классик. Наверное, таки, як Владимир Короткевич, и он просветил один со своих вершев Максиму Богдановичу. С тюжный час безмежно соролею спит народ небызерный море. Ты пришел и хорошим словом рунь узнял народный земель. Ты сказал нам, у ноги скарлены деваш гонор, моц и краса. Есть у вас и гелынших святыня. Не давайте святыням сам, не давайте деньям хлумиться, бо проспить я на ясный зару, бо святы изумруются и мглицей у перстенку двоим, Беларусь. Ты устал на лютую сычу, битву вечную, солнце и хмар. Узваливши на юные плечи святахору народный тяжар и не вынесли живые на брухе. Зник ты, лебедь, ухвалях землях, сплыл кровею, загинул за други, за меня и за вас, и за всех. И заставься ты у наших душ, хоть навеки сниг у полях, вечно светлые и вечно души, вечно юный, як наша земля, мы тобой гоноримся и плачем. Мы несем тебе в сердце празднуем. Низко голос хиляю юноча перед вечным глаголом твоим, смело кроучу тебя перед бяския перед светлой заветной горой, бояк есть у народа такие, не за химя тавел народ. Прихожость, кахання, мир, свобода, справедливость, Беларусь, житем, про гэта и многое инше были творы Максима Богдановича, славу того сына нашей земли. Клопотом про человека и у все гульное счастье просякнутый кожный его родок. Живеш, не вешна, человек, переживеш, уломан твек, как хвалявалася жильцё, как больше разгону им было, как те раскрай душу жильцё, не раз, не два проишло. Живи и цельности шухай, а в широтету полной твай. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ